Добро пожаловать на лекции про Reactive Forms. Мы переходим с мира простых template-driven forms, то есть ng-model простых форм, в Reactive Form. Reactive Form – это как ездить на машине вручную, а мы до сих пор ездили на автомате. Мы будем копаться внутри и сделаем потрясающие вещи. Начнем с того, что у нас не будет уже ng-model, который нам делал все автоматом. И сейчас мы посмотрим, что он нам сделал автоматом. Мы будем сами подцеплять элементы на форму в мире ангуляра и сможем сделать сумасшедшие вещи. Например, свои валидаторы для запрещенных имен, валидаторы между компонентами, например, что mail подтвержден правильно. Мы сможем создавать новые элементы прямо на экране, когда человек нажмет «Хочу еще один телефон» и у него появится еще место для одного телефона. Будет кнопка для добавления еще одного номера телефона и сколько человек хочет телефонов, столько он сможет их добавить. Будет переключение между SMS-сообщениями и email-сообщениями. Если человек ставит SMS, то поле телефона становится обязательным, то есть мы валидаторы будем динамично присваивать и удалять. Также мы сделаем асинхронный валидатор, который будет проверять на сервере, свободный ли email-адрес, который человек нам вбивает или этот email-адрес уже занят. То есть мы начнем профессионально работать с формами и для этого нам не подходит вот эта вот готовая простая и очень удобная система ng-model. ng-model она потрясающая вещь для простых бланков, для простых форм. Формы, бланки сложные, у которых свои кастомные валидаторы, например, запрещенные имена, кросс-проверки свои между компонентами, динамичное добавление компонентов, асинхронные валидаторы. Всего этого нету. Template-driven forms, то есть в шаблонах, формах, которые через шаблон. Template – это шаблон, driven – это двигаются с помощью forms, то есть бланки, которые двигаются с помощью шаблонов. Template-driven forms. То есть шаблоны через template – вот это вот ng-model. И это потрясающая штука для простых бланков. Давайте мы посмотрим, что он нам сделал за кулисами и посмотрим, какие классы у него были, потому что мы их тоже получим и в реактивной форме. Так, я вам хочу напомнить, что мы были в template-driven forms. TD их называют еще. TD-forms, template-driven. И у нас были такие стейты. У нас был visited, что я был в этом компоненте. Это класс touch и untouched, это в CSS добавляется. И он добавляется после выхода. Changed – это что клиент что-то поменял, если он поменял что-то, то это dirty, если он не поменял – это pristine. Прistine – это чистый. И valid – валидаторы на этот компонент проходят или нет. Если все валидаторы проходят, и мы их сейчас будем добавлять и делать вручную свои валидаторы, то есть все проверки прошли, то он получает класс ng-valid в CSS. А если нет, то ng-invalid. То есть эти все классы остаются и в реактив-формс. И мы переходим в мир реактив-формс, в котором уже нет ng-model. И я хочу вам показать, что нам сделал ng-model. Я на кнопку checkout ставлю дебаггер, чтобы посмотреть, что происходит внутри формы. Мы это уже видели на лекции про checkout-компонент. Но я хочу вам сейчас это подчеркнуть, потому что мы это же будем делать вручную. И у нас есть форма ng-form. И в ней есть коллекция, группа всех компонентов. Внутри свойства controls. Видите, у нас внутри свойства controls есть для каждого компонента свой объект типа form-control. Мы как раз этот форм-control будем делать сами. И в нем есть все свойства valid, invalid, чистый, грязный. И вот эту вот структуру нам надо будет сделать сейчас самим, потому что мы отказываемся от автоматического сервиса ng-model. Вот это все нам сделал ng-model, эту связку между элементом, группой и так далее. И мы можем видеть для каждого элемента, например, для адреса он не валидный сейчас. У него есть, видите, есть свойства invalid и есть свойства valid. Они как раз для нашего удобства. И оно одно и то же, в принципе, только наоборот, чтобы не ставить восклицательный знак. Также есть value changes. Value changes — это изменения будут капать вот в этот observable. Об этом мы поговорим далее на следующей лекции. И главное нам понять основную структуру, потому что это мы сейчас будем создавать с нуля сами. Мы переходим с автомата на ручник. Заметьте, все, что было до этого — это всего лишь одна строчка ng-model и к чему она присваивает значение. Всего лишь была одна строчка ng-model и в какую переменную присваивает значение. Вот и все. Все остальное происходило за кулисами автоматом. Но это происходит асинхонно. ng-model работает асинхонно. У этого есть разные недостатки. И у меня связаны руки в кастомизации формы бланка. Так, мы начинаем с того, что мы идем в модуль и импортируем reactive-module в наш проект. Reactive-forms-module надо проимпортировать. И заметьте, у меня сейчас одновременно есть и reactive-forms и обычные формы template-driven-forms. У меня и те, и те могут работать параллельно, они друг другу не мешают. Я надеюсь, что мы в конце нашего процесса вообще сможем стереть формы ng-model, но пока что мы еще их стереть не можем. И мы начинаем потихонечку адаптировать наш бланк чекаута на reactive-forms. И это я делаю не потому, что мне скучно, потому что от меня потребовали более умного бланка. И я не могу это сделать легким способом через template-driven-forms, поэтому я обязан перейти на reactive-forms. И мы начинаем с того, что мы создаем переменную, которая будет являться нашим бланком. Вот вместо вот этого вот ng-form у нас будет сейчас своя переменная, а потом мы ее подцепим на сам бланк. Назовем ее checkout-form. И тип данных форм-групп. Если вы заметили, там тоже был тип данных форм-групп, только сейчас мы его делаем вручную. И все я вообще читаю вот с этого сайта ангуляра и подаю вам золотой ложечкой прямо в ротик. Вам только надо проглотить, и я вам экономлю все, что вам пришлось бы читать самим на тяжелом сложном английском и с тяжелыми сложными примерами. Мы будем использовать form-control для каждого компонента отдельно и будем использовать form-group для группировки этих компонентов. Эта группировка, она не обязательно, но мне нужен все-таки же бланк, мне будет так намного легче работать. Так, я в ng-on-init хочу инициализировать эту нашу новую переменную формы и создать из нее объект form-group и в скобках я передаю ему те контролы, которые будут внутри этой группы, внутри этого бланка. Заметьте, что я внутри группы могу поставить не только контролы, я также могу поставить другую группу, то есть может быть группа внутри группы, а в ней контролы. Это я сделаю с email-адресом, когда оба поля email-адреса будут в отдельной своей группе, которая будет внутри этой группы. И также можно сделать еще массив контролов. Это я сделаю с телефоном, чтобы мы могли быстро добавлять много-много телефонов, будет массив контролов. То есть нам нужно сделать сейчас form и в нем сделать control. Я повторяю, внутри form-group может быть либо еще одна группа, либо напрямую control, как я сейчас делаю. Я его называю name-form-control, чтобы вы видели, что это вот новый control или массив контролов. Три варианта. И мы все три увидим с вами. Видите, у меня еще остался breakpoint с ng-forms и мы видим, что здесь тоже есть form-group и мы видим, что в нем есть form-control. Вот этот вот breakpoint, он еще остался с того раза, когда ng-model работал. Только теперь мы это создаем вручную. И в скобках form-control мы можем задать либо значение по умолчанию, например, имя, которое будет автоматом в этом компоненте по умолчанию. Второе свойство, которое мы можем задать, это валидатор, например, required. И третье свойство это асинхронный валидатор. Асинхронный валидатор это значит пойти на сервер, проверить, есть ли этот email уже в базе данных, и если есть, тогда вернуть ошибку. Чтобы бланк не ждал этого всего процесса и не тупила моя программа, мы делаем это асинхронно. Так, мы сделали required, потом мы добавим еще один валидатор. Пока что я хочу сделать только один валидатор, чтобы вам хотя бы продемонстрировать, в чем идея. Мы скоро добавим этот второй к нашему списку. Так, я иду на следующий компонент, и это был адрес. Заметьте, что я делаю. Я делаю объекты ангуляра, которые будут соответствовать. Это как бы обертка вокруг HTML 5, с которой мне удобнее будет работать и проверять их статус, их валидацию и так далее. Пока что я иду по HTML, и каждый input элемент, который есть, я добавляю его в form controls, чтобы потом их соединить вместе. Мы сейчас переходим с мира template form в мир reactive form. Далее я хочу сделать здесь не один валидатор, а два валидатора. У меня есть и required и pattern. Валидаторы проверяются все вместе. Если они валидные, свойство valid будет. Если нет, то будет invalid и ошибки появятся. Заметьте, что после запятой здесь есть либо одна функция validation function, либо то, что есть сейчас у меня, либо массив функции validation functions. И я использую массив, потому что у меня сейчас есть более одной функции. Вот у меня первый компонент и второй валидатор. Только свойства надо передавать в скобки, потому что это функция, метода. Прекрасно. И мы видим, как создать элементы, как сделать валидаторы и как сделать массив валидаторов. И в конце третий параметр, который можно задать в конструктор form control, это как раз асинхронный валидатор, о котором мы поговорим в следующей лекции или через несколько лекций, о котором мы поговорим в будущем в будущих лекциях. И третий элемент – это асинхронный валидатор, который может пойти на сервер и проверить, есть ли там email или он уже свободен, или он уже занят. И третий элемент – это асинхронный валидатор, который умеет идти на сервер и проверять, свободен ли этот email-адрес, или можно заполнять вот такую вот информацию. И об этом мы поговорим на следующих лекциях об асинхронном валидаторе. Сейчас мы на первом шаге перехода с темплейта на Reactive Form. Мы не хотим все за один раз выучить. Мы это поделим на несколько лекций, потому что у нас и так каждая лекция почти час. Так, пойдем сейчас прикреплять нашу логическую структуру контролов в HTML. Для этого мы удаляем вот этот вот старый байдинг и пропишем сюда свойства FormGroup. То, что в квадратных скобках это 100% свойство, которое принадлежит ангуляру. Ангуляр видит квадратные скобки, это 100% его свойства. В оригинальном HTML такого нет. Кроме этого, ангуляр умеет видеть свойства свои и без квадратных скобок, но лучше поставить. Далее я хочу добавить AutoComplete Off. Что такое AutoComplete Off? Я не знаю, вы заметили или нет, но меня начало раздражать вот этого вот заполнения строк. А, у меня здесь ошибки и AutoComplete все равно не работает. Так, дайте я вам покажу, что такое AutoComplete. Сначала его включим, и мы видим, что у нас есть, видите, здесь предлагаемые варианты, и они меня раздражают. Я делаю Off, и мне браузер больше не предлагает вариантов. Это связано с обычным HTML5. Но Validated, значит, браузер не делает валидацию. Так, мы присоединили FormGroup на уровне всего бланка. Теперь мы удаляем на уровне компонента ng-model. Мы также удаляем валидаторы. Нам уже не нужны ни валидаторы, ни ng-model. Этого всего нам не надо. Нам всего лишь надо прицепить к этому input элементу наш новый FormControl элемент. Как мы его назвали? Вот так вот мы его назвали. Прекрасно. Заметьте, что происходит. Что логика, например, связанная с валидаторами, перешла с HTML в класс. И она должна быть в классе, потому что это логика. HTML должен быть ответственной только за внешний вид. И мне намного легче программировать и делать дебаг на код, чем внутри HTML пытаться что-то там выводить на экран. Поэтому React Forms намного легче для работы в сложных задачах. Потому что логика находится не в HTML, а внутри класса. Так, насчет сообщения об ошибках. У меня будет проблема, потому что у меня уже нету этой клеточки, которая ссылалась на input элемент ng-model. Я не могу проверить, валидный он или нет. Но мне это не надо, потому что у меня уже есть своя цепочка данных, по которой я могу дойти до этого элемента. Только я не помню ее наизусть. Поэтому давайте закомментируем этот блок и посмотрим в дебагере эту цепочку. Моя цель дойти до свойства валид этого компонента name. До его свойства надо дойти, я просто не помню наизусть всю эту цепочку. Я хочу закомментировать весь мой бланк и оставить только вот это вот одно поле и проверить мой бланк только с одним полем. Потом мы все откомментируем и сделаем все как надо, не беспокойтесь. Я хочу дойти до свойства валид этого элемента. Давайте посмотрим, как это сделать. Я просто поставлю дебаг.